Друзья мои, всем огромный привет! Спасибо, что вы на моем канале. Спасибо, что зашли в гости к Дмитрию. И сегодня мы с вами не будем беседовать про парфюмерию, не будем обсуждать какие-то темы. Я вас сегодня хочу пригласить к себе на кухню, чтобы мы с вами немножко поготовили. Давно я не выкладывал кулинарные выпуски, и что-то мне сегодня захотелось побывать немножко а-ля в Италии, скажем так, да, и приготовить себе обед. И обед будет такой, знаете, с итальянским стилем. И что я буду сегодня готовить, я вам расскажу и покажу. Сегодня мы с вами, вернее я для вас покажу рецепт приготовления пасты с лососем. Но, так как я лососи не нашел, у меня сегодня будет форель. Слабосоленая форель. Итак, сейчас вам покажу, какие ингредиенты нам понадобятся. Покажу, что я уже заготовил. И сам процесс готовки я вам буду показывать, буду рассказывать, о чем-то будем с вами разговаривать. Ну и поделюсь как бы с вами этим рецептиком. Может быть, кому-нибудь он из вас понравится. Честно говоря, вот мне как бы нравятся такие вещи. Я, честно вам скажу, рыбу я не очень, но в таком виде, как вот красная рыбка, я люблю. Могу поесть, а вот обычно рыбу я не очень. Конечно, хотелось бы сделать с креветками, но с креветками мы с вами приготовим попозже. Сейчас как-то я что-то в магазин ходил, что-то тупанул, не купил креветок, ну да ладно. Ну, сделаем мы с вами с лососем. Я уже такую пасту готовил, и мне она, честно говоря, понравилась. Сейчас вам покажу, что нам для этого с вами понадобится. Первое. Ну, самое главное, это вот такие вот отварные спагетти. Специально купил итальянские спагетти в... Где их покупал? В Светофоре. Недорогие, из твердых сортов пшеницы. Почему из твердых? Потому что они держат форму, они не разваливаются. Такой вот нарубленный чесночок, ну, такими полудолечками свежий чеснок нам понадобится. Форель. Ну, можно брать вообще лосось, но как лосось не было, вот такой вот кусок форели. У меня будет, да, будет делать из форели слабосоленой. Тоже было куплено в магните по акции, что-то рублей 200... А, нет, в пятерочке покупал по акции, что-то 219 рублей за кусок, по-моему. Что-то такое. Натертый сыр. В такой пасте хорошо подойдет пармезан. Ну, пармезан не было, я взял обычный российский. Я, кстати, его больше люблю. Вот. Что нам еще нужно будет с вами? Сливки. Нужно будет 20%, но не было в магазине 20, взял 10. В 10 тоже подойдут. В принципе, их можно, знаете, как заменить? Чтобы была паста погуще, можно чуть-чуть сметанки добавить, и будете сам 20% сливки. То есть, как бы эти смешать в сметану. Вот. И... Самое главное ингредиент, это коньяк. Можно без коньяка сделать, но коньяк с коньяком вкуснее получается. Вот. Так что, дорогие мои, я заготовки вам показал. Можно еще зеленушечки сделать. Я, кстати, сейчас всю зелень скушал, нету зелени, да? Можно добавить тимьянчику, можно добавить розмаринчику, можно добавить... Как она называется? Ой, как это? Ну, короче, я любую траву для вкуса. Забыл, как она называется, вспомню, вам скажу. Ну что, дорогие мои, пойдемте готовить. Друзья мои, ну я за кадром. Значит, нам нужно с вами форель будет вымешать из упаковки, да, делить от кожи, которая была вот сзади, вот эта вот кожура. Чтобы у нас получились одинаковые пластыри. Для этого нам нужен очень острый нож, прям острый-острый. И нарезаем семгу или форель, ну какая рыба есть, желательно красную брать. Да, вот такими вот кубиками. Сейчас я вам покажу пару кусочков и будем готовить с вами дальше. То есть у нас с вами должны получиться такие аккуратненькие, идеальные, ну я бы сказал, желательно идеальные, такие не толстые, не тонкие, средненькие кубики. Потому что дальше сам будет процесс, дальше будет самое интересное. Нам нужно будет с вами ее. Вот такие вот у нас получаются полоски, и я нарезаю кубики. Это делать лучше очень острым ножом, чтобы рыба не разваливалась и держала свою форму и структуру, соответственно. Так что мы сегодня с вами побываем немножечко в Италии, как бы окунемся в нее, да, и хотя бы мысленно представим, что мы находимся в каком-нибудь итальянском ресторане. То есть итальянцы любят макароны, я тоже очень люблю макароны, в любом виде, причем я их ем. Ну вот у нас должно с вами получиться что-то типа вот таких вот кубиков, да, вот таких вот небольших. И так вот делаем весь кусок. Опять же вам нужно понимать, сколько вам нужно их сделать, чтобы, ну, на какое количество персон вы рассчитываете. На одного, значит чуть-чуть, если на компанию, значит побольше. Итак, друзья мои, что мы с вами делаем дальше? Дальше мы с вами разогреваем сковородку, налив туда, предварительно, уже немножко подсолнечного маслица, совсем чуть-чуть. И нам с вами нужно обжарить чеснок. Буквально чуть-чуть, для золотистой корочки больше не нужно, вот тут он немножко схватится, и можно вынимать. Вот сначала обжариваем чеснок. Я, честно говоря, люблю чеснок, я его везде добавляю, но вот здесь он нужен будет, да, то есть он нам нужен будет в пасте. Как раз придаст оттенок, такой, долький оттенок пасти нашей с вами, что получится, и такой придаст немножечко такой вкус. Сколько обжаривать, ну, может быть, ну, пару минут, не больше, то он немножко сейчас хватится, вот буквально золотистую корочку наберет, уже где-то набрал, и все. Только нужно помешивать, и не на большом огне, чтобы не сгорел он. То есть здесь процесс такой, что нужно постоянно находиться около плиты, чтобы, не дай бог, что-то у вас там убежало. Ну, вот, собственно, вот так вот, да, вот мы с вами сделали. Чуть-чуть буквально, больше не нужно. Видите, он немножко совсем поджарился. Дальше мы вот, у нас была емка с вами маленькая, туда выкладываем. Сейчас я выложу, одну секунду. Он нам еще пригодится для дальнейшей работы. Ну, значит, мы с вами выложили чеснок. Да, вот я его выложил, вот он у меня получился. Чуть-чуть поджаренный, он нам потом пригодится. Теперь, что мы с вами делаем. Опять разогреваем сковородку. Ну, чуть-чуть, если нужно, доливаем масло, потому что чеснок масса съедает. И выкладываем туда наши с вами кусочки. У меня хорель, можно селдер. Вообще делается из селдер. И тоже так же обжариваем. Пока до золотистой курочки, дальше я вам весь процесс покажу. Так, сейчас будет накшено, я включу литышку. Можно даже приправить. Я, например, сейчас постучу приправами. Можно с вами рыбку, да. То есть я беру мельницу, вот такую вот. Я возьму хмель и туннели. И я возьму букет перцев. Вот такой вот букет перцев. Тоже было куплено все в цветофоре. И вот мы немножко обжариваем нашу с вами рыбку. Очень вкусно, конечно, получится с рыбкой, рыбку с креветками. Но, честно говоря, нет у меня креветок. Кстати, если вам будет интересно, я могу в ближайшие дни выложить вам ролик, как приготовьте себе вкусный салат с салатойкими креветками. Тоже очень вкусный. Такой нежный пекант не вкусный получается. То есть, да, обратите внимание, рыбка у нас была красная, а сейчас она стала такого розового цвета. Она чуть-чуть поджарилась, и там у нас они розового цвета. Буквально нужно, чтобы она просто тоже чуть-чуть схватилась, до золотистой корочки, не больше. И с этим нужно помешивать периодически. Жарить и напрыгнуть там. Кстати, к рыбе еще можно добавить лук-шалот. Я просто как бы лук что-то не стал, что-то я по-новому салут добавляю. Можно шалот, можно красный, салатный, тоже очень вкусно будет. Вообще, как бы вот правильно с луком шалот делать. Ну вот, дорогие мои, рыбка наша с вами схватилась. Теперь мы берем самое главное, это вот эту красоту, коньячок. Берем коньяк, и где-то буквально, ну я не знаю, но здесь нужно, ну, рюмку-шалот добавить, чтобы у нас очень вкусный, оттеночный такой вкус получится. И немножко дать ей потомиться в коньяке. Ой, аромат коньяка пошел. Он, понимаете, зачем я коньяк добавил? Во-первых, рыба в коньяке, она будет немножко такого вот интересного вкуса. Вот, вы можете внутрь принять, кто как любит. Я вот, например, внутрь не буду. Я купил его специально для приготовления. Ушло у меня буквально, вот видите, да, сколько, ну, рюмка. Да даже меньше, грамм 50, наверное, коньячку сюда нужно. Ну, опять же, от порции зависит. И вот чуть-чуть еще минутку где-то в коньяке тушим. Ну вот у нас с вами наша форель как бы пастеризуется, можно так ее назвать, в коньяке. Я не стал солить, потому что она слабосоленая, чтобы не перестали. Теперь мы с вами берем сливки, 10% у меня, и наливаем нашу рыбку. Когда вот вы увидите, что немножко коньяк выпарился, можно добавить сливочек. И на среднем огне, на среднем огне, да, также выпариваем нашу рыбу в сливках, доведя сливки таким образом до состояния соуса, чтобы они немножко как бы свернулись. Если нужно будет, то есть не нужно здесь много выливать сливок, вам нужно будет понимать. То есть я, в принципе, всегда добавляю. То есть я здесь добавил буквально сколько, ну, не знаю, 2 столовых ложки. Но нужно всегда добавлять, доводить до кипения и тщательно помешивать. И если нужно, добавлять сливки к нашей с вами рыбе, к соусу. То есть это у нас получается с вами как бы такой а-ля соус получится. После всего, как мы с вами сделаем соус, я тогда еще добавлю немножко коньяку, потому что мало его добавил. Нужно будет еще добавить. И он у нас с вами немножко потускнее. То есть, видите, я вот смотрю, когда вот они начинают сворачиваться, я потихонечку еще по чуть-чуть, по чуть-чуть добавляю сливочек. Вот. Нужно, чтобы рыбка пропиталась сливками, и они вот опять же, да, вот сгустились. Только сильно не переделайте. То есть когда вы даете им закипеть, и буквально 5-7 минут тушите, если смотрят, что выпаривается, и на ваш взгляд кажется, что вам не хватает сливок, что их мало, да, можно даже вот так вот сделать. Вот, можно добавить еще. То есть нам нужна консистенция соуса. Ну вот, видите, сливки у нас с вами потемнели чуть-чуть, да, вот такой вот, они имеют вид. Чуть-чуть потемнели, и загустевают потихоньку. Я чуть-чуть сейчас пламя побольше сделаю, чтобы они побыстрее, чтобы особо долго не томить. Ну вот, я чувствую, что нужно еще коньячку добавить. Добавляю еще коньячку. Чуть-чуть, буквально вот. Совсем чуть-чуть, чтобы у нас был такой аромат коньячный. Это просто нужно для аромата, для, как это назвать правильно, для того, чтобы рыба имела такой небольшой коньячный оттенок, и сливки в том числе, видите, они начинают темнить при коньяке. Особо пьяный не будет, потому что коньяк, он выпаривается, и вот такой привкус коньячный остается вот на... в самом соусе. Это очень вкусно получается. Ну, конечно, можно делать без коньяка, но это я так уже с коньяком, просто я, как бы, все по-разному готовить, можно вообще без ничего, но как-то мне с коньячком больше нравится. Вкуснее. Вспомнил, как этот роман называется, базилик. Вот, сюда очень хорошо пойдет свежий базилик. Очень подойдет, прям вот он прям сюда, вот прям просится. Ну вот, дорогие мои, немножко потушилось наше с вами, наш с вами соус, да, получается такой. Ну, где-то на тушение нужно 5, максимум 7 минут. Опять же, вот, при том, как добавлять ингредиенты, лучше немножко уменьшать огонь, чтобы, не дай бог, не усредить, все это сгорит. В принципе, можно сделать как? Можно сразу сюда, вот, в сам соус добавить чеснок, что я, собственно, и сделаю сейчас, да, вот так вот выложу его, который мы с вами обжаривали. Немножечко размешать, да, вот с чесночком. Он сейчас как раз тоже сливками пропитается, с клинчиком пропитается, будет вообще отпад, будет вообще огонь. Вот. Можно, знаете, как делают, вот, попробовать что ли, вот добавляют сразу вот сюда, вот, в сливки с рыбой добавляют, видите, густеют, прям густеют, густеют на глазах. Вот, в принципе, это получается уже консистенция соуса. Можно, конечно, еще сливок добавить, но, понимаете, чем хорошо 20%, но они быстрее густятся. Вот, я, конечно, добавлю не 10%, не страшно, я добавлю еще, потому что я буду выкладывать сюда спагетти, и они тоже съедят сливок. Вот, в принципе, можно сразу сюда, выложить сыр. Можно сыр уже сверху, когда приготовится. Давайте сделаем вот так. Я немножко сыра выложу сейчас сюда, наш соус, чтобы он был такой тягучий. И остатки сыра я выложу уже, когда буду накрывать на стол. Попробую так сделать. Потому что можно сделать сразу, вот, допустим, сыр после, ну, как уже украсить, да, ваше блюдо. Можно сюда добавить, сделать такой сливки с сыром, соусом, как бы, да, чтобы сыр немножко расплавился. То есть здесь уже фантазию включайте, как вам удобно. Хотите вот сверху, да, кто вот любит, например, макароны с сыром, да, можно добавить сверху. Вот, я хочу сейчас попробовать сделать таким образом, то есть потушить немножечко еще сливки с сыром, с рыбкой, с коньячком и с чесночком с нашим. Слушайте, духман, я вам передать не могу, запах просто обалдеть. Вот, любые духи в духе отдыхают, серьезно вам говорю. Немножко еще добавлю сырка. Вот у нас получается, видите, он густеет, сыр еще, его как бы скрепляет, вот получается такой типа ля соус. Теперь, что мы с вами делаем? Теперь мы, я вот, не знаю, у меня вот такие щипцы, у кого таких нету, можно ложкой. К сожалению, я сделал одну глупость, я отварил спагетти, ну, конечно, в масле все, на ней у меня вот имеет свойство сворачиваться, ну, сами знаете, слепаться, да? Надо было делать сразу же горячими, а я что-то их остужал сначала, ну, не страшно, мы же не в ресторане, в домашней кухне, согласитесь. И вот так вот выкладываем сюда наши с вами отварные уже спагетти. То есть, опять же, смотрите, сколько, вот на сколько персон вы готовите, на одного себя или на одну себя, значит, можно поменьше. Вот я, например, на себя готовлю, но я люблю макарошки, поэтому я побольше положу. То есть, вот уже смотрите сами на какое количество гостей, там людей, кто там вас будет кушать, и на стойке вы готовите. Я вот так вот положу, там в шпильке еще буду добавлять сливки сюда. Так, сейчас я уберу наши макарошки. Вот, и можно так вот помешивать, да, перемешать. Да, сливки сюда нужно, то есть вы смотрите, да, вот у вас, смотрите, у вас спагетти съели все сливки, поэтому можно еще сюда сливочек добавить, причем смело, так, чтобы они у вас были вот прям смело. Добавляем и также тушим. И так же тушим до состояния готовности. Можно даже, знаете, как сделать, чтобы дать им немножко вот пропитаться всей вот этой нашей с вами красоте, можно накрыть крышкой, да, вот костюльку, и пусть на тихом-тихом огне она у вас потомится, вот буквально вот сколько, ну, пять минуточек, не больше. То есть пять минут немножко потомиться, сейчас соус там все это дело воспрессуется, так бы, да, будет такая шоковая обработка. И, в принципе, уже практически будет все готово. Ну, вот, видите, наша с вами паста загустела вместе с сыром, с рыбой и со сливками. Ну, в принципе, она уже практически можно сказать готова. Можно накрыть крышечкой сейчас еще отстоять, буквально, ну, пару минут. Смотрите, прям готово, готово уже. Прям видно, что готово. Можно оставить пару минут и подавать к столу. Кстати, для тех, кто любит соевый соус, можно буквально немножечко прям вот так вот припорошить соевым соусом. Я взял такой сенсой. Сейчас немножко буквально припорошу, потому что я его тоже очень люблю. Ой, много слишком. Ну, ничего, нормально. Вот, и так же немножко потомить в соевом соусе. Будет еще пикантнее вкус. Ну, вот такая вот у нас с вами красота получилась. Ну, чем не Италия? Сейчас я свет вам включил. Ну, чем не Италия, правда? Ну, посмотрите. Сделал такой корочкой, сверху сыр. Внутри семга можно еще креветочек туда добавить и будет вообще песня. Просто бомба будет. Чем вам не спагетти по-итальянски? С лососем? Ну, я с форелью сделал. Это тоже будет очень вкусно. Друзья мои, ну, вот такая вот красота вам сейчас еще раз покажу. У меня получилось. Да, очень красиво. Прям все так идеально сделано. Да, не хватает зеленушки, не хватает украшений. Ну, можно и 100 грамм. В принципе, да. Вот, дорогие мои, спасибо, что были на моем канале. Спасибо, что готовили вместе со мной. На все вот время приготовления у меня ушло буквально, ну, каких-то там 20 минут. То есть, да, время занимает заготовка сама, да, вот процесс заготовления. А так само время приготовления до 20 минут. Это может, в принципе, сделать любой. Поэтому спасибо большое, что готовили со мной. Спасибо, что были у меня сегодня в гостях. Какие будут у вас вопросы, задавайте. Этот рецепт, ну, сам процесс приготовления я выложил в инфобоксе под видео. Пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Я, кстати, помню, что я обещал. Я обещал еще сделать блины. Поэтому я помню, я их сделаю в ближайшие дни, наконец-то. То есть, человек, которому я обещал, она уже давным-давно ждет. Поэтому с меня блины еще. Вот. Ладно, дорогие мои, пойду я трапезничать, зато какие ароматы ставить по всей кухне, что просто уже слюнки потекли. Очень вкусно, очень сытно получается. Пробуйте, экспериментируйте, готовьте. Я рад, что вы были сегодня со мной. спасибо вам огромное за то, что вы есть у меня. Я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. До новых встреч. Всем пока.